Добрый день, дорогие друзья! Хотел показать вам небольшую модернизацию инсталляции фирмы Rokka. В чем она заключается? В том, что подводка для инсталляции находится в таком виде. Вот выходит кран, на него накручивается вот этот шланг. Все, казалось бы, ничего, но есть одно но. Когда вдруг придется вам заменить этот кран, вы не сможете это сделать. Вы сможете это сделать только в том случае, если у вас будет допуск до этой области. То есть, если возможно у вас какой-то люк будет, что вы сможете открыть, залезть, снять вот эту скобочку, вот и аккуратненько вытащить кран. Сейчас я покажу. То есть, это возможно будет сделать только если у вас будет люк, допуск. Но часто инсталляция зашивается, либо сверху делается полочка, либо полностью зашивается сплошняком дипс-картон. Вот. И не всегда делают люкки. В таком случае, если у вас кран потечет, а есть вероятность, что он потечет, вы его не сможете поменять. Что можно сделать в таком случае? Можно, нужно сделать так, чтобы кран был изнутри закручен, чтобы вот это резьбовое соединение не было здесь снаружи. Потому что еще есть вероятность того, что если будет течь, вы не увидите. То есть, все будет уходить, вся вода в полость. Соответственно, куда-то протекать к соседям вы это не увидите. Только вы увидите, когда соседи к вам придут и скажут об этом. Вот. Можно сделать вот таким образом. Использовать вот американку. Вот. Делать, конечно же, жесткую подводку. Потому что, если вы сюда будете шланги подводить, есть вероятность, у шлангов тоже срок службы небольшой. Есть вероятность, что он выдавит, продавит. Вот. Делать лучше жесткую подводку. То есть, вот таким образом выводить американку. В данном случае у нас на 20 трубок трубка. Вот. И здесь накручивается уже сюда кран. Вот американка выглядит вот таким образом. Сейчас раскручу. Нет, я не раскручу одной рукой. Ну, Кажек, поможешь мне? Вот. То есть, вот здесь резиночка у нас. Вот с этой стороны. Да. Вот эта часть у нас будет паяться. Вот. Вот таким образом. И интересно, что муфта, она будет роль держателя играть. Вот она муфта, которую мы будем напаивать здесь. То есть, она будет фиксировать, чтобы туда он не упал. Вот. И когда вот это у нас снизу будет, она вот таким образом запаяна. Вот. Сейчас вот, Олег, да, собери вместе все, как будет смотреться она. Вот. И туда. То есть, будет выглядеть вот таким образом. И на нее уже вот этот шланг будет накручиваться. Мешаться она не будет. То есть, в принципе, все. Здесь уже производим пайку. Вот такая небольшая модернизация. Но благодаря ей, если экран нужно поменять, вы с легкостью можете вставить ключ вот сюда в верхнюю и эту открутить. Спокойно снять. На этом все. Спасибо за просмотр. Можно сказать.